Ключевое лично для меня очень хорошо, вот я прямо процитирую Диму Энтео, который сказал, что Пасха не в храме, Пасха в каждом атоме мироздания происходит, и лично для меня это главное. Но плюс, опять-таки, лично мне, я последние полтора месяца очень серьезно погрузился в проблематику коронавируса. Мы тут запустили гражданский сетевой think tank и занимаемся как раз вопросом коронавируса, выпускаем доклад на эту тему. И действительно опасность очень большая, и хорошо, когда мало людей ходят в уличные места. Вот просто с точки зрения безопасности, и мне кажется, это не долго... Из-за коронавируса люди не ходят в церковь. Ну то есть это... Ну то есть как это... С моей точки зрения, это правильное христианское поведение сделать все для того, чтобы не заразить ближнего и минимизировать количество жертв. Потому что у нас есть примеры исторические, когда даже великие святые, такие как Мария Египетская, она один раз в жизни причащалась, она ни разу в жизни не участвовала в божественной литургии. И немного подождать, ради того, чтобы ближние не заразились, мне кажется, правильно. Просто ситуация мне не представляется настолько драматичной, что вот это вот именно тот момент исповедания веры, когда нужно пожертвовать собой. И мне кажется, что с точки зрения Божьего замысла, я потом могу рассказать, как я это вижу, но мне кажется, с точки зрения Божьего замысла гораздо интереснее получится, если мы не труся, не малодушицы, но просто здраво принимая в расчет опасность и ценность действий, которые мы производим, останемся дома временно. А потом, когда опасность, собственно, заразить других и самому умереть пройдет, мы снова начнем ходить в церковь. А пока можно проявлять и пока, и в другое время, собственно, свое христианство через заботу о ближнем. На самом деле, вот теперь Алексей как-то уже обозначил дискуссионные тезисы, и я ему могу конкретно, на самом деле, возражать. Что касается... Кстати, Егор, маленький момент. Просто в чате спрашивают. Вы можете задать свои вопросы, если посылаете донаты, пишите либо в чат, либо там есть ссылочка в описании. Ваши вопросы потом прочтем. Сори, Егор, продолжай. Да, так вот. Ну, прежде всего, у нас есть четкие абсолютно слова Евангелия от Иоанна. «Еды и мою плоть, и пияй мою кровь, им от живот вечный, и аз воскрешу его в последний день». То есть, грубо говоря, все-таки Евхаристия и наше причастие к телу и крови Христовым это некий фундамент, на котором стоит церковь и христианское мировоззрение и так далее. Да, наше причастие, оно не гарантирует нам спасения, если мы не совершаем добрых дел, если мы не любим ближнего, если мы не любим Бога, если мы не заботимся о нем и так далее. Но оно тот фундамент, без которого, ну, скажем, я человек, выросший в достаточно традиционных как бы догматических координатах, и я уверен, что без церкви нет спасения, и, соответственно, ну, если мы подорвем этот фундамент нашего спасения, то наши добрые дела нас тоже в значительной степени не спасут. И какой из этого практически вывод относительно Пасхи... Ну да, ходить или не ходить. Да, относительно того, что происходило этой ночью на 19 апреля. Я вам честно скажу, я не знаю, пошел ли бы я со стопроцентной уверенностью, поскольку было действительно указание священноначалья, что надо сидеть дома по возможности, я не буду сейчас оспаривать это указание, хотя, скажем, сам же святейший патриарх в проповеди Великую Пятницу сказал о том, о важности Евхаристии, несмотря ни на что, и как бы тем самым передал, на мой взгляд, некий сигнал верующим тоже. Но я бы еще думал бы, как бы мне поступать в данной ситуации, если бы не Сергей Семенович Собянин. И если бы вообще не развернутая властями Российской Федерации в значительной части регионов ну просто жесткая, агрессивная кампания по принудительному закрытию церкви. А в чем она заключалась? Ну то есть полиция выставит, что ли? Приходила полиция. Ну понятное дело, что везде, где могли, давили на церковную иерархию, чтобы она требовала под угрозой санкций от священников не служить, не допускать прихожан. Но в Москве прямо жестко нет. Многие не согласились. Кто-то, что называется, служил полукатакомбно. Кто-то вообще открыто. Как бы некоторые, как Владыка Лонгин в Саратове, он публично написал, что я не буду призывать гражданскому неповиновению, но церкви будут открыты для всех. Но в Москве, например, люди постоянно сталкивались с жестко перекрытыми насильственно храмами. И все это очень характерно контрастировало, например, с той давкой в метро, которую на мой день рождения устроили Сергей Семенович и московская полиция. И все это контрастировало с множеством свидетельств того, что, грубо говоря, этот карантин, он существует для чужих, а для своих он, в общем-то, не существует. И тут мы внезапно выяснили, что православные христиане относятся с точки зрения московской мэрии и не только московской мэрии, к сожалению, и многих губернских властей. Вот этой самой категории чужих, чьими... А может быть и всего правительства? Ну, может быть. Чьими потребностями духовными можно пренебречь в первую очередь. И это уже некий принципиальный вызов, это некий важный, на мой взгляд, духовный момент. Почему? Потому что тем самым, прежде всего, государство нам четко сказало, что вот у тебя, скажем, ты, большое количество православных христиан веруют так же, как я. То есть для них действительно не страшно умереть, ну вот реально не страшно, скажем, умереть на Пасху и после Пасхи причастившись, а вот без причастия, без исповеди умереть страшно. И в ситуации, когда, скажем, ну не во все больницы в тот момент, сейчас вроде полегче стало, пускали священников, в ситуации, когда это все происходило достаточно внезапно, вот этот перекрытый в тот момент, ну давайте будем честны, конечно, да, значительная часть наших граждан России, наших братьев во Христе, это пасхальные христиане. Это те, кто приходят в церковь раз в год на Пасху, но вот их внутреннего заряда веры хватает на это. Но из-за этого их отлучать, вот от этого, может быть, единственного, может быть, последнего в их жизни причастия насильственным путем, ну как это сделало у нас государство, на мой взгляд, было абсолютно невозможно и было, конечно, неправильно этому подчиняться. То есть везде, где архиереи, везде, где священники не проявили, что называется, некоторую дозу неподчинения, на мой взгляд, они поступили правильно, мужественно и действительно, вот как и должно нам поступать. Юла задонатила тысячу рублей, спасибо. Как православная церковь относится к перекрытию улиц для пятничных молитв мусульман? Вопрос не про время карантина, а про вообще. Ну, я бы, на самом деле, возможно, сделал бы упор на время карантина, потому что скоро, как я понимаю, как раз-таки ураза Байрам, как, по-моему, он так называет, вот, или Курбан Байрам, в общем, которые, ну, то есть, и, собственно, будет... Да, да, конец месяца Рамадан, через 2-3 недели, по-моему, и как раз-таки будут, то есть, будут огромные толпы мусульман, интересно, как поведет, конечно, московская администрация себя... Ну, если, скажем, после года без Пасхи при всем при этом будут сделаны все усилия, чтобы, как бы, все это обустроить для мусульманской общины, для которой, кстати, это менее принципиально, потому что мусульманин действительно может молиться везде, где угодно. Собственно, и христианин может молиться, где угодно, а христианин причаститься может только в церкви у священника и больше ни у кого. То есть, если будут какие-то специальные преференции мусульманам, это, грубо говоря, будет означать, что Сергей Семенович Собянин еще соберет как бы угли на свою голову, плюс к тому, что он уже собрал. То есть, грубо говоря, и здесь, опять же, официально у РПЦ, безусловно, дружба с мусульманами. Ну, все отлично знают, что, грубо говоря, наряду с традиционными мусульманами России, с которыми, в общем, давно уже налажено хорошее отношение, существует как бы активная, агрессивная как бы и антихристианская, в том числе и протеррористическая, ваххабитская пропаганда, и которая очень активно ведется именно в среде вот этих вот больших толп, среди мигрантов и так далее. И, ну, никому не нравится это. То есть, здесь, в общем, отношение у всех консервативных сил там в мире вот этой связки миграции и агрессивного исламизма, в общем, примерно одинаковое. И, скажем, пока отец, тот же самый отец Андрей Кураев не уехал в какую-то другую степь, он об этом тоже очень хорошо говорил, и ему тогда за это был очень большой респект. Но об этом многие, на самом деле, говорят. Надо вспомнить, как отца Даниила Сысоева, в общем-то, убили. Да, 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 именно. За этой позиции. Именно за пропаганду убили, конечно, да. Мы с ним там во многом ругались по поводу много чего при жизни, но я считаю, конечно, что он в этом смысле ушел однозначно как мученик. Мученик, конечно, да. Так что его убили именно за его веру и за проповедь его веры. За проповедь, именно, да, именно за его проповедь среди мусульманского населения. Но я по этому поводу хочу сказать две вещи. Во-первых, карантин важен, и дела у нас с точки зрения карантина очень плохи, и будут просто преступлением, если разрешат это собрание. С точки зрения государства, на это будет преступление. И не безъяснительство. Второе, что я хочу сказать, проверим, рискнет ли Собянин сделать это в мечети. Так, когда жители пропусирают, вот посмотрим, как бы, хватит ли решений на такой шаг. Пока что сделала это в мечети, только Чулпан Хаматова. Надеюсь, что сможет, потому что, еще раз, эпидемиологическая обстановка просто капец. И если не сможет, то, по крайней мере, мы, ну, есть, опять же, хорошее евангельское выражение, где сокровище ваше, там сердце ваше. Что их сокровище не в православной церкви в день Пасхи, в общем, уже стало понятно. Давно уже понятно. Да, если выяснится, что оно в мечети, то это будет о многом говорить. Да, еще один вопрос, но это не вопрос, точнее вопрос. Илья Кузнецов заднатил 400 рублей. Рома, как ты относишься к идее американских консалтинговых контор срочно чипизировать население России? Нет тирании Сороса над русским народом? Я могу подозревать, что Илья – это мой бывший коллега из BCG. Я же сам работал в американской консалтинговой компании. К счастью, мы ничего такого не предлагали с чипизацией. Я просто скажу, что если в этот чип будут зашиты православные ценности и пазы встречаться раз в неделю, то это правильное чипирование, за которое надо выступать. Нет, в общем, нет. Вот, кстати, вопрос к QR-кодам-то, да. Ну, то есть я тоже задам тут такой тупой вопрос, который обычно пишет в комментариях. Может ли православный человек получать QR-код? Это же вот опять такая метка дьявола, что 666 и так далее. Или нет? Нет, метка дьявола, да, может. Ну, дело в том, что я очень радуюсь, что я избавлен от необходимости выбирать эту альтернативу, своевременно эвакуировавшись из Москвы. Потому что, конечно, я считаю, что да, как бы это сам по себе этот собянинский QR-код не печать антихриста, но это очередная, вот то, о чём я говорил в начале нашего стрима, это очередная тестовая версия. То есть, грубо говоря, пойдёте ли вы на то, чтобы вашу свободу ограничили и так далее. В чём проблема с этим QR-кодом? Что в нём похожего на пресловутую печать антихриста? Как бы в том, что, если помните, без неё нельзя будет ни покупать, ни продавать, ни купить хлеба и так далее. То есть, тот, кто не примет печать антихриста в последние времена, он будет принят, как сказать, он будет лишён необходимой возможности даже купить себе еды. То есть, будет фактически стоять выбор между тем, что человек ест или он и принимает эту печать, либо умирает с голоду и... Ну да, Саберин разрешил в магазин без QR-кодов ходить. И вот проблема этих QR-кодов в целом в том, что в них вшито вот этот же принцип, что вот этот электронный номер, он наделяет тебя правами, либо, наоборот, тебя их лишает. То есть, и вот то, что твои права, часть твоих прав, привязаны к этому коду, это вот очень тревожный сигнал. Это очень тревожный сигнал. Да, то есть, всё происходящее, оно мелковато для пришествия Антихриста, в этом смысле, конечно, этих QR-коды нет. Это не вот эта вот метка, о которой говорится в откровении Иоанна Богослова. Я сопротивляюсь просто по светским причинам, потому что это такое познавение к цифровому концлагерю, и в последние дни, конечно, вот эта вот метка Антихриста, она, возможно, будет логическим продолжением того, что происходит сейчас. Ну да, то есть, QR-коды даже, с моей точки зрения, по сугубо светским причинам это плохая тактика, как и, в принципе, вся вот эта история с внедрением искусственного интеллекта мэрии Москвы. То есть, по сути, это не искусственный интеллект, это способ отдельно, ещё один способ... В последнем сезоне секретных материалов, который выходил где-то года два назад, есть роскошная совершенно серия про то, как Малдор и Скали не дали где-то там чаевых в ресторане. И вот вся эта умная техника начинает их терроризировать до тех пор, пока они, что называется, не дадут этих чаевых. Очень страшная серия, такой настоящий хоррор. Вот просто посмотрите её. И вот проблема со всеми этими вот игрищами в искусственный интеллект состоит в том, что, с одной стороны, с одной стороны, это не столько... Он не настолько интеллектуальный, этот интеллект. Вообще говоря, наблюдая за своим роботом-пылесосом, я понимаю, что это дурак дураком абсолютно. Вот. Это только пылесос. Поверь, вот ей есть искусственный интеллект поумнее. Нет, разумеется. Понятно, что, конечно, пока ещё не дотягивает. Человеческий... Да, что видится. Вот люди фактически выдумали себе этот искусственный интеллект и уже готовы сдать ему значительную часть своих прав, в том числе фундаментальных права распознавать лица, распознавать лица и потом, соответственно, принимать те или иные решения. Потом в какой-то момент дойдёт до того, что он там, вот опять же, как и есть хороший фильм с Томом Крузом «Минорити репорт», конечно, как бы будет система наделена возможностью решать, преступник тот или иной человек или нет. А потом выясняется. Важно именно то, о чём ты сказал, право принимать решения. И меня тревожит, что вот у нас в церкви очень распространилась практика, когда люди не хотят сами принимать решения, а идут за этим решением и просят у батюшки сказать, как им поступить. И это, по словам многих священников, проблема, которая достигла, ну, сейчас уже вроде поменьше, слава богу, какое-то время назад была просто колоссальной. Вплоть до того, что многие выражают точку зрения, что вообще как бы свои как это свои мысли, когда ты сам решение принимаешь, это плохо, надо всегда, чтобы за тебя духовник принимал решение, тогда это значит будет духовно чистая решение.